еще раз добрый вечер всем и так еще раз всем добрый вечер мы подходим все ближе и ближе к самой трагической странице истории иудейского царства разрушения иудеев 586 году до новой эры сегодня мы еще правда этого не дойдем но сделаем еще один шаг в направлении этих последних глав правильнее сказать последний главы книги царей книги блохим я напомню вам что та историческая ситуация которая сложилась в результате первого изгнания из так называемого изгнания ее хина вавилон привела к тому что впервые явной форме были возникло два конкурирующих между собой центра еврейского присутствия не говорим сейчас про из ассирий про израильских изгнанников изгнанников в ассирию поскольку их следы потерялись мы их не можем идентифицировать они никак больше на исторической сцене не фигурируют а вот иудейские изгнанники вавилонии они продолжают существовать помимо прочего потому что у вавилония нет практики перемешивания населения они не стремились к тому чтобы стереть с необходимостью национальную идентичность просто как бы приводили пленников и селили их там где им было удобно вот образовались эти два конкурирующих центра которые впоследствии действительно как бы будут продолжать конкурировать вплоть можно сказать на каком-то этапе до примерно 5 века новой эры когда фактически какая бы то ни было еврейская власть даже не власть еврейская автономия земле израиля перестал существовать и основной центр оказался действительно в персии вот но в общем это как бы такая очень долгая история взаимоотношений которая помимо прочего породила два центральных текста раввинистической литературы с одной стороны так называемый вавилонский если правильнее было бы говорить то персидский талмуд с другой стороны опять же так называемый иерусалимский а правильное было бы сказать галилейский талмуд вот вот это как бы начало этого противостояния начала конкуренции она здесь и мы обсуждали прошлый раз некоторые тексты которые демонстрировали это противостояние в основном пользуясь книгой пророка ирмияу как который согласно тем рассказам которые имеются в нашем распоряжении тому нарративу которую которую мы располагаем жил как раз в это самое время и он реагировал на происходящее видели что обнаруживается некоторое противоречие в его текстах с одной стороны он вроде как подвергает очень суровым инвективом ушедшего в изгнание царя и ахина и соответственно вроде бы приветствует цитки я у власти а с другой стороны как бы есть несколько пророчеств которые демонстрируют то что вроде пророк говорит о том что изгнанники которые находятся сейчас в вавилоне они то вернутся а как раз находящиеся земле израиля в иерусалиме и его окрестностях людей остаток народа они погибнут мы предлагали разные попытки истолковать это противоречие при этом как бы всегда надо иметь в виду когда мы занимаемся такого рода текстами как библейские тексты что мы на самом деле не имеем у нас как бы эти тексты они не являются плодом исключительно индивидуального авторства а скорее это такой снежный ком который постепенно наслаивается поэтому вот эти такого рода противоречия они по крайней мере как одну из рабочих гипотез можно принять что они есть следствие того что разные авторы по разному обрабатывали традиции которые с точки зрения восходили к имени пророка ирмеял поэтому такие противоречия вполне могли возникнуть значит на чем мы остановились прошлый раз мы остановились на главе который я сейчас открою а ты мне на там ты мне по-моему не дал право открывать делать шарскрин да сейчас секундочку окей значит так а почему мне не открывается тот файл который я не хотел открыть сейчас секунду сейчас еще раз открою да вот там вот где мы остановились мы остановились на таком интересном нарративном элементе эпистолярный жанр нам сообщается о том что пророк ирмеял послал в диаспору письмо пас причем послал это естественно не по почте а вышла делегация большая от царя цитки а у вавилон теперь почему она вышла нам собственно не сообщается по как мы увидим в дальнейшем по одному из мнений это делегация которая была призвана и спросить прощения после того как был начат как был создан первый заговор а почему первый заговор мы об этом поговорим немножко позже сегодня есть такие гипотезы довольно трудно но увидим вот так вот письмо которое ирмеял отправляет изгнанникам изгнанникам иоякина он им говорит так сказал господь воинство бог израиля всем изгнанникам которых я изгнал из Иерусалима вавилон стройте дома живите в них сажайте сады ешьте плоды женитесь берите жен рожайте детей сыновей и дочерей жените своих сыновей и выдавайте замуж своих дочерей и они будут снова рожать сыновей и дочерей то есть такой вот как бы долгий процесс умножайтесь там это немножко напоминает ситуацию о которой мы будем читать в Торе как раз в нынешний нынешнюю субботу нынешний шаббат начало книги шмот семья Якова постепенно превращается в народ находясь в Египте вот и вы просите мира тому городу который я вас изгнал и молитесь за него господу потому что если этот город будет пребывать в мире то и вы будете пребывать в мире город естественно вавилон и так сказал господь воинство бог израиля пусть не вселяют в вас ваши пророки обманчивые надежды пророки колдуны не слушайте их снов которые они вам передают потому что пророчествуют они ложно от имени моего хотя я их и не посылал ибо так сказал господь по истечении семидесяти лет вавилону вавилонскому царству тогда я вспомню о вас и исполню свое благое слово которое произнес о вас и возвращу вас в эту землю ибо я знаю ваши мысли которые я знаю мысль те мысли которые я думаю о вас как бы эти мысли во мне мысли о мире они о беде я дам вам надежду и вы призовете меня и будете молиться мне я услышу вас и вы будете искать меня и найдете меня ибо будете искать меня всем вашим сердцем и я откликнусь и возвращу пленников соберу их из всех народов и из всех мест куда я их забросил слово господа возвращу я вас то место откуда я я вас изгнал ибо вы говорите поставил нам господь пророков и так сказал господь царю который сидит на троне давида и всему народу находящемуся в этом городе в иерусалиме вашим братьям которые не ушли с вами в изгнание так сказал господь воинств вот я насылаю на них меч и голод и мор и сделаю их подобными плохим смоквам которые невозможно есть очевидно что это перекликается с пророчеством сведением которое мы читали в прошлый раз о плохих хороших смоковах и я буду гнать их мечом и голодом и мором сделаю их ужасом для всех царств земли поношением и срамом для всех народов которых среди которых я их помещу куда я их изгнал из-за того что они не слушали меня несмотря на то что я посылал им рабов своих пророков постоянно но вы не слушали слово господа ну и так далее здесь мы сделаем остановку что мы видим в этом письме письме пророчестве два элемента ребята готовьтесь к долгому изгнанию оно продлится 70 лет хотя реально оно продлилось меньше чем 70 но вот такое типологическое символическое число которое обозначает некую целостность ирмияу действительно как бы создает вот эту парадигму семидесятилетнего изгнания если останется сегодня время я немножко об этом скажу а если не останется мы у нас будет еще возможность это проговорить откуда эта парадигма возникает вот это один момент этого письма другой момент что те кто те кто да и при этом не слушайте лжепророков которые видимо пророчествуют вам о том что скорости вы вернетесь домой скоро это не произойдет это и второй момент это то что те кто остались в иерусалиме и которые уподоблены плохим смоком они все погибнут теперь в какой мере это письмо которое посылает ермияу можно считать неким историческим артефактом там нас нет какого бы то ни было естественно внешнего подтверждения наличия такого письма нет ничего не сохранилось никаких внешних источников которые бы говорили о том что существовало некоторое письмо посланное пророком иермияу вавилон таких источников нет мог послать иермияу такое письмо теоретически мог теперь мы еще увидим какова будет реакция на это письмо практически даже если такое письмо и было послано следует отметить два по крайней мере момента вторая часть этого письма та которая посвящена с одной стороны тому что бог благоволит изгнанникам иудеи и вернет их в конце концов домой а те кто находится в Иерусалиме те будут преданы проклятию вся эта часть письма с точки зрения стиля тот кто чувствителен к стилю библейских текстов с точки зрения стиля она выдержана целиком и полностью в манере диктерономистического корпуса то есть легко здесь увидеть слова и выражения которые мы встречаем в книге дворим которые мы встречаем в книге царей я приведу только несколько примеров например бекэштэм умцэтэм вы будете искать и найдете тидрыщу нибухолли вовхэм будете взыскивать меня всем сердцем я возвращу ваш изгнанников соберу вас среди всех народов а по отношению к тем которые остались в Иерусалиме тоже такие стандартные выражения я буду гнать их мечом и голодом мором сделаю их ужасом да унататим лизава лихольма млахота арес такие выражения как аллах шама шрика херпа все это выражение легко узнаваем мог пророк Ирмияу писать таким стилем опять же теоретически мог именно вследствие того что он жил как раз в эпоху которую можно назвать эпохой книги дворим когда во времена правления Йошияу книга дворим становится центральным основополагающим документом народа обязывающим весь народ поэтому она конечно влияет не может не влиять и несомненно в некоторых текстах Ирмияу это влияние ощущается но здесь речь идет не о поэтическом тексте а о прозаическом и этот прозаический текст до такой степени насыщен вот этими стандартными если не сказать шаблонными выражениями известными нам из других книг это ощущение что по крайней мере он был обработан редактором которого можно причислить дифтерономистической школе что касается первой части письма где пророк призывает готовиться к долгому изгнанию она в этом смысле менее маркирована хотя и тут есть дифтерономистические выражения бну шеву ниту и хну стройте живите сажайте ешьте и некоторые другие вот но значит вопрос который задают в этом отношении современные исследователи в чем собственно говоря такая глубинная разница которую прочертил первым вот это различие первым прочертил барух спиноза в чем она заключается между комментаторами танаха до спинозы и комментаторами танаха после спинозы хотя конечно начатки того взгляда который спиноза исповедовал существовали и раньше и сегодня с другой стороны есть вполне выдержанные в традиционном классическом духе комментарии вот но разница состоит в том что в принципе текст целиком полностью принимался на веру как бы то что описано так оно и было и это не подвергалось в сущности никогда сомнению это было как бы даже если это и не обсуждалось это была исходная посылка поэтому например иудали в своей знаменитой кузари мог совершенно свободно апеллировать к такому аргументу который сегодня может быть многим покажется наивным что является доказательством истинности еврейской веры если сравнивать например с христианской или исламом мусульманской веры именно как раз то обстоятельство что в случае христианской и мусульманской веры свидетельство было дано одним человеком или небольшой группы будь то иисусу его ученики или пророк мухаммед в случае еврейской веры речь идет о 600 тысячах людей которые слышали голос бога да значит как бы с точки зрения раби иуда иуда это не подвергается никакому сомнению да что это так потому что это то что написано значит то что написано является непреложным фактом как бы он не задается вопросом о том что сущности это замкнутый круг ты пытаешься доказать истинность еврейской веры то есть истинность торы исходя из того что написано в самой торе так вот после спинозы подход изменился кардинально ибо спиноза сказал что текст надо исследовать исходя из него самого исходя из его истории исходя из его языка из его контекста и так далее и совершенно не обязательно что то что написано в тексте с несомненностью отражает некие реальные исторические факты так вот возвращаясь к нашему нашему тексту значит есть среди современных комментаторов исследователей такое направление по отношению вот к этой конкретно стороне деятельности пророка пирамиду описанной написано в некоторых главах его книги а именно приветствия посылаемые изгнанникам в вавилоне и проклятие в адрес тех кто остались что это скорее позиция которую выражают сами изгнанники вавилона которые там находятся По крайней мере, некоторая группа среди этих изгнанников, и которые, что называется, принимают пророка Ермияу в качестве своего глашатая, как некую центральную фигуру. Почему именно его, а не, например, Ехискель, который с ними там находился, о котором тоже будет речь сейчас идти? Потому что, по всей видимости, и это, надо полагать, действительно аутентичные тексты, связанные с Ермияу, потому что в центре мировоззрения пророка Ермияу, и мы это еще увидим в дальнейшем, уже сегодня, находится идея о том, что нельзя воевать против Вавилона. Не только потому, что это безнадежное предприятие, обреченное, несомненно, на провал, но потому, что это есть бунт против Бога, поскольку Бог сам даровал царю Вавилона власть над миром. Он это говорит прямым совершенно текстом, скажем, говорит-то неоднократно, но один из таких текстов, где он апеллирует к сотворению мира, этот текст находится в 27 главе книги Ермияу, и там написано «Я, как говорит Бог, создал землю человека, скот, все, что на земле, своей силой, своей мышцей, и я отдал это тому, кто в моих глазах праведен, и вот я отдал все эти земли в руки на уходоноса царя Вавилонского, раба моего», и так далее. Эта идея повторяется в книге Ермияу неоднократно, так что, возможно, да, он призывает к сдаче Иерусалима, тоже об этом мы сегодня будем говорить. Значит, как бы это, возможно, была та причина, по которой изгнанники Вавилона, те, кто считали, что надо прекратить бунтовать, воспринимают фигуру Ермияу как своего пророка и, возможно, собирают пророческие традиции, связанные с его именем, добавляя по ходу дела некоторые тексты в духе этой идеологии, которую можно назвать дифтерон-мистической, опять же, идеологией, которая и в стиле выражается. Значит, в то же самое время, в то же самое время, судя по всему, да, он тут говорит о неких лжепророках, которые по контексту, очевидно, есть те, он их даже по именам здесь называет, некоторые есть те, которые призывали к волнениям и убеждали, что скоро придет конец изгнанию. Такие были как в Вавилоне, судя по всему, так и в Иерусалиме. В Иерусалиме мы с таким встречались в прошлый раз, читали историю о конфликте, о столкновении между Ермияу и неким пророком по имени Ханания Бен-Азур из Иерусалима. Так вот, любопытно, что одна из этих фигур в этой главе, которого зовут Шмая, Шмаяу Аннехелами, мы не знаем, что такое это Аннехелами, может быть, это имя отца, может, имя места, из которого он происходит, но что любопытно, что это, конечно же, в контексте здесь перекликается со словом халом. Иермияу здесь говорит, что не верьте тем, которые рассказывают вам свои сны. Сны, очевидно, о скором освобождении. Так вот, этот Шмаяу Аннехелами, это интересно. Он посылает ответ в Иерусалим, пишет этот ответ, возмущенный, не просто кому-то, а священникам. Он посылает письмо, в котором говорит так священнику в храме, возможно, первосвященнику. Господь поставил тебя священником на место Иоиады священника. Возможно, что здесь подразумевается, как такая парадигматическая фигура, тот самый Иоиада, который в свое время прятал царя Иоаша, и при котором была свергнута царица Аталия, то, что мы обсуждали, и был произведен некий обширный ремонт храма. Так вот, для чего он тебя поставил, Господь, здесь? Чтобы быть на чеку, когда появляются всякие сумасшедшие и пророчествующие. Лехоль ишмэшугаумитнабэ. Такого нужно сажать в тюрьму. Венататаутоэляма пехет вэльхатсинок. Почему же ты не заткнул? А я перевожу таким грубым термином. Сегодня это слово на иврите гаар имеет гораздо более мягкое значение, чем оно имело в библейском иврите. Сегодня это просто порицать, упрекать. А вот в библейском иврите это именно прикрикнуть так, что тот, который на кого-то прикрикнул, заткнулся. Этот глагол используется как в иврите, так и в угорицком для того, чтобы обозначить, как Бог-творец усмиряет море. Так вот, почему же ты не заткнул Ирмияу из-за на тот, который вам пророчествует, и послал нам в Вавилон письмо, где написал, что долгим будет изгнание. «Стройте дома, живите, сажайте сады, ешьте плоды». Что произошло дальше, мы на самом деле точно не знаем. Эти слова, согласно тексту, священник прочитал самому Ирмияу. Сделали ли он с ним что-либо, мы не видим. Но дальше появляется такое суровое пророчество по поводу этого Шмая Нехалами, автора этого письма, который тоже называется здесь лжепророком, и которого ждет печальная судьба. Это одно из тех мест, из которых мы черпаем некоторую информацию о том, что Ирмияу был гоним, его преследовали за его пророческую деятельность. И опять же, возвращаясь к вопросу о реальности письма, можно предположить, что некое письмо Ирмияу действительно отправлял. И в этом письме действительно говорил о том, что изгнание не будет коротким. И это вызвало такую резкую негативную реакцию некоторых представителей изгнанников, которые ожидали совсем других слов, подбадривающих и готовящих избавления. В этом смысле можно сказать уже сейчас, что Ирмияу являл собой полную противоположность своему великому предшественнику Ишаяу Бенамоцу, который действительно пророчествовал об избавлении от ассирийского ига, во спасении, о том, что ничего не надо бояться, что Иерусалим всегда устоит. Ирмияу в этом смысле полная противоположность. Он убежден в обратном, считает, что судьба Иерусалима предрешена из-за грехов народа, которые превратили, как он говорит, храм в вертеп разбойников. И убежден, кроме того, что единственный способ хоть как-то спастись, это поднять белый флаг и выйти к Навуходоносору с поднятыми руками. Такая перспектива не из приятных. Мы еще ее обсудим немножко ниже. А теперь перед тем, как перейти к Ихискелю и сказать несколько слов о Ихискеле, если у вас есть вопросы и замечания, то самое время их озвучить. Нет пока. Окей. Значит, мы не будем слишком много заниматься Ихискелем в силу того, что как раз в его книге очень мало нарративных текстов. И сейчас мы тоже займемся ненарративными текстами. Но единственное, что я хочу вам сейчас представить, что в отличие от Ирмияу с Ихискелем ситуация несколько более простая. Его тексты подверглись меньшей редактуре и дошли до нас в более аутентичном виде. Возможно, это не требовалось по разным причинам. Ихискель сам был одним из изгнанников, находился в Вавилоне. И, разумеется, в этом смысле являлся своего рода рупором этих изгнанников. И хотя и там конфликтов хватало между ними и этими изгнанниками, но, тем не менее, в том, что касается конкурирующих центров, его позиция была предельно ясна, как человека изгнанного. Я вам представлю сейчас два текста, которые являются собой, так сказать, плюс и минус, которые представляют его позицию. Текст первый находится в 11 главе книги Ихискеля. «И было слово Господне ко мне. Человек, братья твои, родственники твои, и весь дом Израиля, о котором сказали жители Иерусалима, те, кто еще остаются, Ихискель говорит эти слова как раз тогда, когда пока вот в этот промежуток 11-летний, когда еще Иерусалим не разрушен. И вот они говорят так. «Одналились они, то есть изгнанники, от Господа. Нам принадлежит земля. Это наше наследие. Поэтому скажи, Бог говорит пророку, так сказал Господь Бог. Я изгнал их среди народов, я рассеял их в разных землях, Я стал им малым храмом». Такое редкое выражение, которое потом было оригинальным образом истолковано в литературе мудрецов. «Вейхил аэмли мигдаш меат». Оно было понято как намек на то, что в Бавилоне строились синагоги и дома учения. Это и мидраж. Вот это мигдаш меат. Не факт, что именно это подразумевал пророк. Возможно, что это просто метафора. И без храма вы все равно остаетесь со мной. Я буду вам, так сказать, вместо храма, малым храмом, в тех землях, в которые вы пришли. Поэтому скажи, так сказал Господь Бог, я соберу вас среди народов, соберу вас из тех земель, которые вы рассеяны, и я отдам вам землю Израиля. И вы придете туда и искорените все мерзости, которые в ней находятся. А эти мерзости с точки зрения их эскеля культивируются нынешними жителями Иерусалима под руководством Циткиял. Он это описывает очень подробно в другом месте. И я им дам одно сердце, леве хад, и единое сердце, и новый дух. Руах хадаша – это, так сказать, тоже такая суперидея их эскеля. Он говорит о ней в нескольких местах. В другом месте сказано лев хадаш в руах хадаша. Я дам это им. Уберу из них сердце каменное из плоти их. То сердце, в результате деятельности которого они не слушали меня и, соответственно, были изгнаны. Я дам им сердце из плоти. Здесь он очень обыгрывает эти все образы. С одной стороны, новый дух. А с другой стороны, до сих пор то сердце было не из плоти, а из камня. Вот теперь оно будет из плоти, живое сердце. Ради того, чтобы они ходили в согласии с моим законом и соблюдали мои установления, и выполняли бы их, и они будут мне народом, и я буду им богом. Заметьте, что здесь речь идет именно об изгнаньях Иоахина. Они, с точки зрения Ихискеля, станут основой нового народа Израиля. Нового народа Израиля. И в тот момент, когда вернутся. Да, в этом смысле, это я скажу в скобках, это отдельная большая тема, которую я сейчас затрагивать совершенно не собираюсь. Я просто хочу сказать, что идеи ранних христиан о новом Израиле, они в значительной степени находили свои корни в литературе еврейских пророков. У Ирмияу ранние христиане подчеркнули идею Нового Завета, Брит Хадаша, а у Ихискеля представление о таком своего рода том, новом Израиле. Хотя, конечно, сами пророки совершенно не имели в виду то, как в результате были истолкованы их слова. Вот, это одно место, а другое место в 33 главе, оно как бы минус. Оно начинается практически так же точно. И было слово Господне ко мне, обращенное ко мне. Человек, сын человеческий. Те, кто находятся в развалинах этих, на земле Израиля, говорят так. Один был Авраам и наследовал землю. А нас много. Нам дана земля в наследие. Это как бы, опять же, озвучиваются слова тех, которые находятся на территории Иудеи. Причем, по мнению некоторых комментаторов, это уже происходит после разрушения храма. И это как бы озвучивается от имени оставшихся там людей, которые находятся среди развалин. Поэтому так скажи им. Видимо, здесь подразумевается не столько логический такой чистый момент, сколько метафора того, что они убивают. И возносите глаза свои к своим мерзостям, своим истуканам. И проливаете кровь. И землю унаследуете. Вы стояли на мече своем. То есть, живете, жили своим мечом, делали мерзости, оскверняли чужих жен. И вы унаследуете землю. Так сказал им Господь, Бог. Я жив. Вы падете среди этих развалин от меча. И будут брошены ваши тела в поле на диким зверям. Отдам я их в пищу. А те, кто успеют спрятаться в пещерах, те умрут от мора. Я превращу эту землю в пустыню. И будет сломлена гордыня ее. И будут пустыми горы Израиля. Никто там не будет проходить. И тогда они вознают, что я Господь, который превратил эту землю в пустыню за все их мерзости, которые они сделали. Да, если подытоживать то, что говорит Эхискель, очевидно. Его позиция абсолютно ясна. Повторяю. Те, кто находятся в Вавилоне сейчас, это истинные наследники. У них есть шанс спастись. Возможно, Эхискель, то есть невозможно, а несомненно Эхискель полагал, он пишет об этом другом месте, что это изгнание имеет очищающую силу. А те, кто остались там, напрасно думают, что они остались, потому что Бог их пожалел, и они будут наследовать землю. Отнюдь эту землю наследовать они не будут, они, наоборот, понесут техчайшее наказание за свои преступления. Это, как бы, повторяю, подытоживаю, начало долгой конкуренции, долгого противостояния между центром еврейской земли Израиля и центром Вавилоне, который будет набирать обороты и после возвращения части изгнанников в землю Израиля, и особенно в эпоху после разрушения второго храма в земле Израиля. То есть это, как бы, начало пути. На этом мы эту тему пока закрываем. И снова, если есть вопросы или замечания, то можно их задать сейчас, перед тем, как мы перейдем к следующей теме сегодняшней. Окей. Значит, мы будем сейчас говорить о последних годах существования царства Иудея. Сейчас мы говорили о конкуренции двух центров. Теперь мы, как бы, сфокусируемся на том, что же происходило вот в эти 11 лет в Иудее. Теперь у нас в этом смысле есть, во-первых, два основных источников Танахи. У нас есть книга царей, которая достаточно кратко рассказывает эту историю. И у нас есть книга Ирмияу, в которой есть очень много любопытных подробностей, связанных с именем пророка и его взаимоотношениями с отечественниками вот как раз в течение этих 11 лет. В частности, его взаимоотношения с царем Циткияу. Что касается совсем уже последних лет существования Иудеи, у нас есть и дополнительные источники. У нас есть Вавилонские хроники, у нас есть дошедшие до нас так называемые острока из Лахиша, которые, судя по всему, отражают ситуацию последних месяцев существования иудейского царства, последние очаги сопротивления. Об этом будем говорить не сегодня, правда, уже в следующий раз. Вот. А сегодня я раскрываю сейчас еще один файл перед вами, который называется Ирмияу и Циткияу от надежды к крушению истории конфликта. Вот как выглядит история до разрушения храма, я как бы специально останавливаюсь здесь на том месте, где дальше будет повествование о разрушении храма. Это отдельная тема, которой мы сейчас касаться не будем. А вот что пишет, собственно говоря, книга царей о Циткияу и его правлении. Достаточно кратко, всего-навсего 10 стихов. В конце 24 главы говорится так, что Циткияу пришел к власти, когда ему был 21 год, он правил 11 лет в Иерусалиме. Любопытно, что его маму звали Хамуталь Бат Ирмияу, но, конечно, не пророк Ирмияу, в данном случае другой Ирмияу, еще один из места называемого Ливна. Он автор книги царей в своем духе. Все сыновья Йошияу все описываются таким образом. Он творил зло в глазах Господа, как делал его старший брат Йоакин. Ибо гнев Господень был на Иерусалим с тем, чтобы изгнать жителей его от лица его и взбунтовался Циткияу против царя Вавилона. И хотя стих это напрямую не говорит, но причинно-следственная связь очевидна. Бунт Циткияу против царя Вавилона это событие, которое неминуемо должно было привести к тем последствиям, которые имели место, разрушению Иудеи, потому что таков был план Бога. Мы должны помнить, что Циткияу был посажен на трон самим Новохудоносором, царем Вавилона, который увел в изгнание племянника Циткияу Иоахина и воцарил Циткияу. Поэтому Циткияу был обязан ему вассальной верностью. Как мы увидим в дальнейшем пророк Ихискель, в отличие от Ирмияу, обвиняется именно в том, что он изменил своему слову, что он заключил союз, поклялся именем Бога и изменил это. Но об этом речь впереди. На девятый год его царствования в десятый месяц в десятого числа пришел Новохудоносор царь Вавилонский, то есть это по нашим понятиям месяц Тевет и все его войско и осадило Иерусалим. И он построил вокруг Иерусалима всякие осадные инструменты, башни, слово даек, это из Акадского, которое означает башня. И город находился в осаде до одиннадцатого года царствования Цитхияу девятого числа месяца. Здесь сам месяц не указан, но зато это указано в книге Ирмьяу, что речь идет о седьмом месяце месяце о прошу прощения пятом месяце месяце Томуз. Все эти названия месяцев их нет в этих книгах, поскольку они были привезены евреями из Вавилона Персидского плена. И только в книгах, которые уже создавались после этого плена, появляются эти названия. в книге Истер. Так вот, усиливается голод в городе, хлеба нет, и в этот момент проламливается стена города. Дальше не очень ясно из того, что написано в книге царей, зато ясно из того, что написано в книге Ирмьяу, что пока Вавилонии не входили в город, царь и его окружение воспользовались суматохой, и бежали через северные ворота, судя по всему, в сторону Ерехо. Я вот сейчас нахожусь в Мали-Адумим, оттуда, читаю ли, это как раз вот этой, собственно говоря, примерной дорогой в сторону Мали-Адумим и бежал к Циткияу от Вавилония, но сбежать ему не удалось, они его как раз в районе Ерехо поймали, причем все его окружение, вся его гвардия разбежалась, его поймали и отвезли в Ривлу, а Ривла это место, которое находится не в Иудее, а на севере, на территории современной Сирии, это так называемая Эрецхамат, там находилась Новохудоносор, он сам не руководил осадными работами, это делали его генералы, и Циткияу был предан суду, суд был немилосердным, решение Новохудоносора было однозначным, полностью искоренить династию Циткияу, его сыновей, он убил на его глазах, после чего ослепил и отправил в Кандалах Вавилон. Это ослепление известная мера, известная по всему Древнему Востоку, в Танахе она тоже упоминается, это мера не только как бы нейтрализации пленника, но и его естественно унижения. У нас есть несколько текстов в Танахе, которые об этом рассказывают, вы может быть вспомните, что например Шимшона в Филистимляне ослепили книги Судья. В книге Шмуэля рассказывается о том, что Нахаш царя Мона угрожал жителям Евэшгеля Ада, что она ослепит их один глаз, правый глаз, так что это как бы такая известная мера. Мудрецы Талмуда впоследствии говорят Сума Хашув Кемет Слепой все равно, что мертвый. Все. История Циткияу на этом книге царей заканчивается, он больше не упоминается вообще. Теперь из этой прелюдии мы переходим к книге Ирамияу. Здесь я сначала привел опять же текст, который мы уже читали в прошлый раз. Просто я еще раз вам его напомню. Текст, который можно толковать по-разному, но одно из толкований, которые были выдвинуты, заключалось в том, что в начале, в тот момент, когда Циткияу был воцарен, пророк Ирамияу возлагал на это некие надежды и произнес пророчество о том, что плохие пастори изгнаны, их больше не будет. А теперь только хорошие пастори, при которых пастори, он как бы росток дома Давидова, он царь, и он будет творить справедливость в земле, и при нем Иудея будет спасена и расцветет, и имя его Адунай Циткен, такое поразительное по своей дерзости имя, которое здесь дано царю, Адунай Циткену, Господь наша справедливость, то есть царь несет на себе просто имя Бога. И по мнению некоторых комментаторов, напомню вам, это имя есть перевертыш Циткел. Циткел стандартное имя, стандартное теофорное имя. если бы здесь, например, он бы его назвал Его Цадак, то это было бы тоже стандартное имя. Но то, что он полностью приводит имя Бога, Тетраграмматон, который мы сегодня читаем, как Адунай, это, конечно, нечто изрядно на выходящее. И по мнению некоторых исследователей, это не столько эсхатологическое пророчество, сколько пророчество, посвященное инаугурации, коронованию Циткел. Вот наша надежда Адунай Циткел. Возможно. Опять же, как рабочую гипотезу это можно оставить. Теперь у нас немного времени остается, совсем, собственно говоря, мало, поэтому эта тема только начата сегодня, но я просто хотел напомнить вам о том, что я сказал в начале сегодняшнего разговора, возможно, что Циткел восставал против Вавилонин дважды, или, по крайней мере, пытался восставить. Значит, тут есть некая ошибка в тексте Исептуагин это ошибка исправлена. Написано в начале царствования Якима должно быть начале царствования Цитхияу, сына Йошияу. Ирмияу, пророк Ирмияу получил пророчество. Сделай себе ярмо, даже не одно, а несколько, и положи их себе на свою шею, и пошлите их, не очень понятно, кого, то есть, видимо, одно ярмо все-таки он должен надеть себе на шею, а остальные, потому что их тут много, поводи и ярмо, послать, в русском языке даже нет множественного числа от слова ярмо, послать их кому? Царю Идомскому, и царю Муава, и царю Омона, и царю Цора Финикийскому, и царю Цидона, которые приходили, посылали сами послов в Иерусалим Цидкия у царю Иудеи, и ты должен наставить следующим образом этих послов, так сказал Господь Бог Израиль, скажите так своим Господам, я, опять же, он повторяет то, что я вам читал, это вот и есть, собственно говоря, это 27 глава, в которой он говорит о том, что вся власть над миром передается в руки Навуходоносору, всякие народы царства, которые не будут служить Навуходоносору, погибнут неминуемо, и опять же, он предлагает не слушать всяких пророков, которые обещают вам скорое освобождение, этого не будет, этого не будет, так вот, исходя из этого текста, это происходит, согласно сказанному, вроде бы, в начале царствования Циткиел. Поэтому есть такое предположение, которое невозможно обосновать, потому что оно, как бы, у нас нет никаких других источников, что первый заговор против власти Вавилона, такой международный, так сказать, заговор, зрел еще в начале царствования Циткиел. Видимо, этот заговор был потушен в самом начале, в зародыше уничтожен, и поэтому, опять же, возвращаясь к тексту, который мы читали в 29 главе, где было сказано, что Циткияу отправил посольство большое в Вавилон, с которым, собственно, Ирмияу передал письмо свое, согласно этой гипотезе, это было посольство, в котором Циткияу просил прощения и убеждал не предпринимать никаких карательных мер и обещал свою верность царю Вавилона. Если это действительно так, то, значит, в тот раз Новохудоносор простил, простил царю Иудеи и не явился с карательным походом, тем более, что в эти годы как раз вот в начале царствования Циткияу 596 по 591 было Мухудоносору много забот у него было у себя дома. Надо было усмирять различные бунты вокруг себя на востоке. Вот. Значит, мы здесь поставим точку. Что мы сделаем в следующий раз? Мы произведем такой обзор того, как вот эти 11 лет описаны сквозь призму видения пророка Ирмияу, так как это описывается в одноименной книге. И в частности мы будем наблюдать усиливающийся мотив преследования этого пророка. Вплоть до попытки его умертвить за то, что он как бы сводит на нет боевой дух защитников Иерусалима. Вот здесь поставим точку. Если опять же есть вопросы, замечания, то милости прошу. Пожалуйста. Да, мои господа, пожалуйста. Ображение такое. Вы можете сказать, есть ли она обоснована или нет. То есть создается впечатление, что двоякое такое. С одной стороны, что пророки на самом деле это были люди, овладающие каким-то поэтическим писательским даром при каких-то определенных силах политических, которые таким образом должны были как-то перетягивать на свою сторону общественное мнение. Это один момент. Но пользуются они, конечно, определенным языком, которые народ понимает, что все находится в руках Всевышнего. И соответственно, такие вещи, которые заимствуются и старые, они убеждают людей. И они заняты при своих господах или при тех, кто проповедует оставаться в Исраиле или покидать, уступить или не уступить. Разные такие мнения. Это могло быть актуально действительно если это описалось в конкретный исторический момент, когда надо было выразить свое мнение и воздействовать. А с другой стороны, если это тексты, которые перерабатывались позже, то уже вторичная обработка приспосабливала те или иные события к злобе дня уже той истории, когда это писалось, когда это редактировалось. Это целая цепочка обработки этих текстов и их предназначения. Поэтому получается пытаться восстановить действительно из этого какие-то четкие исторические описания мне кажется сложно, если только приняю внимание, что каждый пророк, который это писал, это человек очень талантливый и обладающий даром убеждения и писания. Если это соответствовало какому-то моменту, то можно составить представление, что на самом деле происходило в какой-то определенный реальный исторический момент, реальную историю. Понятно. Смотрите, Эмиль, я с вами в целом согласен за исключением одного момента, который я сейчас обговорю. Да, конечно, пророки Израиля, так как они описаны в Танахе, это люди, которые глубочайшим образом вовлечены в ту политическую ситуацию, в рамках которой они действуют. Как правило, как правило, не всегда, но значительно достаточно часто они оппозиционно настроены по отношению к власти, которую обличают и в ряде случаев описывается их преследование, особенно в случае с Ирмияу. Поскольку традиции, связанные с их именем, начинают уже на каком-то достаточно раннем этапе восприниматься как традиции священные, их слова начинают сохраняться с одной стороны, а с другой стороны, с другой стороны, в этом, мне кажется, вы правы, это вообще свойство любого канонического текста, значит, надо каким-то образом делать ему апдейт, потому что этот текст имеет не узко историческое значение, приуроченное к тому моменту, в котором этот пророк творил, действовал, оно должно быть воспринято как некое вечное послание, которое обращается к людям разных поколений, поэтому делаются разные, используются разные способы такого апдейта, какие, ну, например, действительно что-то под именем пророка дописывается, добавляется, что-то, может быть, даже и изменяется. С другой стороны, мы увидим как раз случай с Ермияу, я посвящу этому отдельное занятие, как Ермияу становится на определенном этапе прототипом преследуемых пророков, и как разные авторы, жившие гораздо позже, строят свою биографию, пытаясь как бы представить себя новым Ермияу. Так действовал Иосиф Флавий, подобного рода вещи мы находим и в Кумране, и в некоторых текстах Нового Завета. Единственная поправка, которую я хочу внести, то, что вы говорили, это насчет их писательской деятельности. Мы не знаем, писали ли сами пророки, что бы то ни было. Книги, которые носят их имя, и поэтому, собственно говоря, установился такой термин «Невея октавы» «Пророки писатели». Эти книги не обязательно создавались самими пророками. Опять же, возможно, что некоторые пророки что-то в самом деле писали, и в каких-то частях этих книг находятся более или менее аутентичные тексты, которые восходят самим пророкам. Однако, вполне возможно, что сами они не писали ничего, и их тексты сначала бытовали в устной форме, а потом постепенно записывались, так как это вообще происходило часто с древними текстами. По поводу Эрмияу утверждается, что писал не он в самой книге Эрмияу, а что у него был писец, который записывал за ним. Этого писца звали Барух. Так что можно ли в самом деле называть пророков писателем? Можно в том смысле, что они писатели возможно устного слова. Понятно, это может быть. Это, конечно, мог быть и какой-то стенографист, а может быть и позже записано. Да, я с этим согласен. Но то, что вы говорите, как правило, что они выступали против действующей власти, насколько мы читали раньше, все придержащие власть имели как бы своих пророков и поддерживали как с Ильяу. И были пророки такие, пророки всякие. Это говорит о том, что были те, кто поддерживал власть и те, кто противостоял. И тех, которых они назывались пророками. Потому что форма пророчества это была форма политического, это пропаганда, убеждения и так далее. Это верно, но опять же с той поправкой, что сами библейские авторы, авторы Танаха, тех пророков, которые, безусловно, поют хвалу власти, как бы ассоциируются с ней, этих пророков они воспринимают как тех, которые пророчествуют ложные. Я специально использую этот термин. понятно. Потому что такого термина в Танахе нет. Он появляется только в Септуагинте. Поэтому от пророка ожидается, что он независим и несет божественное слово, поскольку это божественное слово содержит в себе очень часто предостережение, порицание за неправильное поведение, призыв к исправлению. Поэтому естественным образом пророки, так как они описаны, пророки позитивного плана, описанный в позитивном свете Танахи, эти пророки, как правило, действительно в той или иной форме с властью оказываются не в ладах, не всегда, не везде. Здесь надо проводить некоторую дифференциацию, но в целом такая Танзенция имеет место. Это очень интересно. Получается, что Тарак стоит особняком в таком ситуации. Она более раннее произведение и потом использовалась в этой политической жизни. На каком-то этапе это произведение коинов или как-то, которые записали все это, она имеет какое-то, может, потом что-то исправлялось, добавлялось, не знаю, насколько, но она все-таки при всем при том стоит совершенно особняком в этом всем. по целому ряду причин. Во-первых, потому что это во многих отношениях законодательный текст. Насчет того, что было раньше написано, что было позже написано, это отдельный сложный вопрос, который заслуживает отдельного рассмотрения, но несомненно, что Тара стоит особняком и многое в ней отличается, разумеется, от текстов классического пророчества, хотя Моше называется там пророком и некоторые другие персонажи, но это действительно совершенно отдельный корпус. Ну да, мне важно убедиться, что это некий отдельный даже философский какой-то труд, но конечно сакральный все в какой форме все, но не случайно говорится о человеке Моше, который это писал, то есть это более-менее цельная конструкция. Окей, спасибо большое, Эмиль, а есть еще кто-то, кто хочет что-то спросить, сказать? У кого-нибудь возникли вопросы, замечания? Спасибо. Если нет вопросов, то я благодарю всех и до следующей встречи через неделю. Спасибо. Окей, всем спасибо, мы на этом заканчиваем, счастливо, до свидания. Всем до свидания. Пока.